Быстрота, сила, гибкость, выносливость. Молодец. Все это нормативы на сдачу ГТО. Мы в Московском училище Олимпийского резерва номер один. Сегодня привычные тренировки прервали. Вместо них все сдают ГТО. Вторая попытка. Жирет. Артему Руденко 11. С отжиманиями справился с легкостью. Впереди челночный бег и прыжки в длину. Как-то волнительно. Я первый раз за ее готова. Есть и те, кто уже сдавал. Дарья Потапова пришла подтвердить свои результаты. В ее копилке два золотых значка. Ольга Батырева решила поставить свой рекорд. Захотела сдать мужской норматив. Рывок гири весом 16 килограммов. У меня получилось 44 раза. Я не скажу, что до конца довольна. Я могла бы сделать больше. Спортсмены, сами понимаете. Директор училища Герман Викторович тоже пришел сдать нормативы. Немаловажно показать своим примером для своих воспитанников, спортсменов, обучающих в училище. Личным примером, как нужно относиться к своему здоровью. И это главная причина сдавать ГТО. Доказать самому себе, что ты можешь. Для чего еще? К примеру, абитуриентам могут начислить баллы при поступлении. Студентам дать повышенную стипендию. Существует система льгот и поощрений, кто получил золотой знак отличия ГТО. В организациях, учреждениях, но это все зависит от руководителя. Так что сдать ГТО может любой желающий, не только спортсмены. В соседнем зале сдают любителям. По правилам всего 11 ступеней или возрастных групп. От 6 до 70 лет. И в каждой свои испытания и нормы для того, чтобы получить заветный значок. Из обязательных бег, подтягивания или отжимания, наклоны вниз со скамьи. Все остальные по выбору. Для каждого возраста свой список. Это может быть плавание в бассейне, пулевая стрельба из пневматического оружия, тройной прыжок, туристический поход, самбо. Достаточно зарегистрироваться на сайте gto.ru, заполнить анкету и пройти медкомиссию. Только в Москве больше 82 центров, где можно сдать нормативы. Елизавета Сапон, педагог, захотела проверить свою физическую форму. Тяжело. Боевые ощущения. Хочется больше. Для этого надо чаще заниматься и тренироваться. И это на самом деле важно. Прежде чем идти сдавать ГТО, нужно все-таки подготовиться, но пересдать, если что, можно. Правда, только на следующий год. Анна Гребенчакова, Марина Вахрушева, Андрей Иванов, Денис Жаров, Первый канал.